Неожиданное предложение Трампа. Россия нужна нам здесь, за столом переговоров, чтобы вместе управлять миром. Сделанное еще год назад, накануне саммита Большой Семерки в Квебеке, сами члены клуба тогда всерьез никак не комментировали. Посчитали очередным неуместным троллингом президента. Партнеры в тот момент ругались по поводу поднятых Америкой таможенных пошлин. Сейчас о возвращении России заговорил французский президент Макрон, и Трамп его предложение поддержал. Считаю уместным, чтобы Россия была в составе клуба. Это должна быть Большая Восьмерка, потому что многие вещи, которые мы обсуждаем там, имеют отношение к России. Конечно, я бы снова хотел видеть именно Большую Восьмерку, и если бы кто-то сделал такое предложение в этом направлении, я бы не возражал. Возвращение России в Восьмерку Трамп и Макрон обсуждали по телефону, сообщил CNN-источник в Белом доме. Россию собирается пригласить на конференцию в 2020 году. С остальными членами клуба Трамп обсудит новость в эти выходные на заседании G8 в Биорице. Больших проблем быть не должно. Инициативу предыдущего американского президента Обамы, по исключению Москвы, тоже поддержали все. Долгое время это была Большая Восьмерка, а сейчас Семерка. Но там мы очень много времени говорим именно о России. Я сужу по опыту многочисленных заседаний, которые посетил. Мне кажется, Путин просто перехитрил Обаму, и тот решил, что России там не место, и исключил ее. Ну, так это не должно все работать. США идею Трампа уже начали сравнивать с проступком, сравнимым с изменой. Особенно те, кто в свое время был причастен к исключению России из Восьмерки. Вы только подумайте. Они вторглись в другую страну, нарушили все международные договоры. Они не изменили своего поведения, разве что вмешались в наши выборы. Им говорят, давайте обратно в G8? Да ладно. Неформальный клуб развитых промышленных держав с дискуссиями о том, как обустроить планету, Большая Семерка стала Восьмеркой после присоединения Москвы в 1997 году. Но после воссоединения Крыма с Россией в 2014-м члены Восьмерки бойкотировали сочинский саммит организации. Напомню, что Россию исключили из Восьмерки за ее вторжение на Украину и первое с момента Второй мировой войны изменение европейских границ. А экономистам вообще будет понятно, что Россия не соответствует требованиям, которые предъявляются к членам этого клуба. Бывший эксперт Пентагона по России почему-то умалчивает изменения тех же европейских границ в бывшей Югославии при непосредственном участии США. Те бомбежки и перекраивание карты – военная операция НАТО. Но в случае мирного воссоединения Крыма в Белом доме заявили, что России в Восьмерке не место до изменения внешнеполитического курса. Трамп эту протокольную конструкцию объяснил проще обидой Барака Обамы. Другие члены клуба предложения Трампа пока не комментировали. Интересно будет узнать причину изменения их отношения к членству России, если оно произойдет. Обама ушел вместе со своими обидами. Мир изменился, но не внешнеполитический курс Москвы. Условия диктует новый лидер лидеров. Дональд Трамп дает понять, что он готов видеть Россию, и за этим столом переговоров тоже, и на первый взгляд, без каких-либо условий и ограничений. Хотя возвращение России в Большую Восьмерку случись, оно будет в каком-то смысле и признанием статуса КВО по Крыму. Пусть в случае Восьмерки столь же формальным, как и сам клуб. Антон Пономарев, Ольга Данилова, телекомпания НТВ.